Число жертв обрушения казармы учебного центра ВДВ в поселке Светлом увеличивается. К этому часу сообщается о 19 погибших. Всего под завалами оказались 45 военнослужащих, выжили 22 человека. Большинство из них сейчас находятся в больницах, некоторые в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Судьба четверых военнослужащих по-прежнему неизвестна. Спасатели продолжают поиски. Накануне трагедии солдаты приняли присягу. Причины обрушения пока выясняются, однако уже известно, что капитальный ремонт здания закончен в прошлом году. Министр обороны Сергей Шойгу поручил проверить все здания и сооружения, отремонтированные в поселке Светлый. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Дмитрий Ковалев продолжит. Жуткий грохот и крики солдат. Это все, что помнят жители поселка Светлый о прошлом вечере. Очевидцы утверждают, от падения бетонных плит под ногами содрогнула земля. ЧП произошло около 11 часов. Первые сообщения начали поступать спустя час. К этому времени рядом с 242-м учебным центром ВДВ уже собрались родители бойцов. Уже тогда было известно, в обрушившейся казарме жили в том числе и призывники. Что гремело сильно, когда вот обрушение видать шло, вот это вот и все, говорит, ничего понять не могли тоже. Вот она сюда выходила и, говорит, сейчас домой ушла. Никого так же, говорит, не пускают. Ну, сами убедились, вас тоже не пропустили. Через два часа, как это случилось, по телевизору мы как услышали, сразу в 12 часов мы сюда и приехали все. И вот родители все, он молодые родители тоже, да он, женщины все плачут. Это страшное дело. Не дай Господь кому-то пережить своих детей. Вот мы и боимся. Может там ничего страшного нет, но на самом деле надо успокоить нас. Большинство собравшихся рядом с местом трагедии простые зеваки. Однако есть и те, кто накануне был на присяге. Родственники и друзья не только омичей, но и новобранцев со всей страны. Всего, по данным командования учебного центра, в разрушенной казарме третьего учебно-парашютного десантного батальона было 337 человек. К 6 утра из-под завалов извлекли тела 12 срочников. Еще 19 человек отправили в больницы. Родителям и близким оказывали помощь в штабе учебного центра. Пока никто не может предположить, что стало причиной трагедии. Год назад здание казармы было капитально отремонтировано. Некоторые причины катастрофы отмели сразу же. Причины пока неизвестны. Причины пока неизвестны. Как только появится информация, что касается причин, причин, соответственно, вам тоже будет все доведено. Но это ни в коем случае ни взрыв, ни пожар. В готовность приведены и спецборта военно-транспортной авиации, чтобы в случае необходимости доставить пострадавших в больницы Москвы и Санкт-Петербурга. Ситуация на контроле президента Владимира Путина. В экстренном порядке в Омск отправилась комиссия из столицы. По указанию министра обороны, генерала армии Сергея Шойгу, проводится инспекция всех зданий и сооружений, отремонтированных в данном военном городке поселка Светлый. В данной казарме прошел ремонт, были заменены инженерные сети, окна. Подчеркиваю, что работы по перепланировке в данной казарме не проводились. На разборы завалов были брошены силы не только регионального МЧС и Министерства обороны. Также подключились и частные предприятия. Всего было задействовано более 150 человек и несколько десятков единиц техники. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко. Новости РНТВ. Омск. Добавлю, что по факту обрушения казармы в 242-м учебном центре ВДВ в Омске, в военном следственном отделе по Омскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Пострадавших солдат направляли в несколько городских больниц. Первые поступили около полуночи. Врачи продолжали принимать травмированных до утра. В Омской клинической городской больнице сейчас работает врачебная комиссия Министерства обороны. Уже принято решение о транспортировке в Москву 13 военнослужащих. Часть госпитализированных этой ночью сейчас переводят в отделение по характеру полученных травм. В основном это травмы головы, груди, брюшной полости, таза и конечностей. Предлагаю послушать врачей и медицинских учреждений, принявших пострадавших. Те пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, прогноз, естественно, дать на сегодняшний день затруднительно. Проводятся интенсивные лечебные мероприятия в условиях отделения реанимации. Вы знаете, ребята все в шоке при поступлении. И что-то четко понятное сложно было понять. И тем более нам было не до этого с ними разговаривать. Наша задача была оказать им помощь экстренную. Кроме того, в 10 утра в правительстве Омской области прошло экстренное заседание штаба по чрезвычайным ситуациям. По словам членов комиссии, спасательная операция продолжается. Из Москвы прибыли медицинские бригады. Вместе с омскими врачами специалисты проводят обследование пациентов. Кроме того, в городе открыт медицинский отряд специального назначения Центрального военного округа. Работает пять врачебных бригад. По информации Министерства здравоохранения области, медикаментов и донорской крови в больницах Омска достаточно. По информации Минобороны, прибывшие в Омск родители и военнослужащие сейчас находятся в специально развернутом пункте учебного центра ВДВ. С ними работают психологи. В разборе завалов и в поисках людей участвуют спасатели, военнослужащие Омского гарнизона, группы кинологов. Команды работают непрерывно, каждые 30 минут меняют друг друга. Поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет найден последний солдат. Главное управление МЧС России по Омской области комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на то, что работу со СМИ взяло на себя Министерство обороны. Однако и в военном ведомстве оперативно ответить не смогли. По информации Министерства обороны России, капитальный ремонт в рухнувшем здании проводила нижегородская компания «Рем-Экс-Строй». Договор субподряда был заключен с компанией по результатам конкурса. Работы проводились с апреля по декабрь 2013 года. Как сообщает LifeNews, приемочная комиссия выявила множество нарушений и отказалась принимать объект. Несмотря на это, казарму начали использовать. Общество с ограниченной ответственностью «Рем-Экс-Строй» зарегистрировано в 2005 году. Организация занимается проектными, строительными и монтажными работами. Стоит отметить, что годом ранее компания выполняла строительно-монтажные работы в одной из воинских частей Нижнего Новгорода. Всего же с 2006 по 2014 год фирма 37 раз была победителем конкурса по госзаказу и неоднократным ответчиком в суде. Только за последние 5 лет на ее счету 9 судебных разбирательств. В феврале этого года арбитражный суд Республики Татарстан выявил нарушение при строительстве фирмы «Рем-Экс-Строй» 9-этажного жилого дома в Казани. Годом ранее компания отвечала за невыполнение в срок договора о реконструкции общежития на территории Нижегородской войсковой части.